Стадион Родина встречает сборные из России, Греции, Дании, Кипра, Камеруна, Мексики, Мальты, Польши, Португалии и Таджикистана, а также команду Евросоюза. В составе игроков и сборная футболистов, представляющих Германию. Мы много тренировались, тренировали все, что можно. Передачи, отборы, один в один, два в один. Как капитан, как ты оцениваешь подготовку своих сокомандников? 9 из 10. Всегда найдется, где мы ошибемся. Страны соревнуются в группах по 4 команды. Свой матч Германия сыграет с Россией, Мексикой и Камеруном. Последние признаются, им достались сильные соперники. Придется выложиться на все 100. У нас есть шанс выиграть Германию и Россию, и Мексику. Но Германия и Россия будет потруднее. Впрочем, все команды, играющие в турнире, хорошо подготовлены. Чтобы попасть на игры Кубка флагов мира, юные футболисты тренируются ежедневно. На поле попадают лучшие из лучших. Турнир проводят в Химках уже в пятый раз. Юбилейную встречу традиционно начинают с ударов по мячу инициаторами спортивного праздника. Глава городского округа Дмитрий Волошин передает дружеский пас постоянному заместителю посла Германии в России Беате Гжески. Впервые турнир Кубка флагов мира провели в 2017 году. Пять лет назад в нем участвовали всего восемь стран. Спортивное событие задумывали как активный выходной и не думали, что оно приобретет международный масштаб. Мы были на другом стадионе, в Новых Химках проводился первый турнир. Он задумывался как обычное мероприятие выходного дня. Были дети сотрудников посольств и совсем мало зрителей. А уже через год на трибунах сидели более двух тысяч зрителей и болели за 12 команд участников. Кубок флагов мира стал возможностью не только активно провести время, но и стереть границы между странами. Помощником в организации спортивной встречи стала Германия. Пять лет назад мы были очень рады стать инициаторами Кубка флагов мира, потому что мы считаем, что у футбола очень сильная объединяющая роль. С помощью футбола можно объединять людей. По словам иностранных гостей, представителей зарубежных посольств, турнир в Химках проведен на высшем уровне. После реконструкции стадион Родина вмещает почти четыре тысячи зрителей. Качество игрового поля и его размеры привели к стандартам FIFA. Если бы в моем детстве была возможность вот так сыграть против иностранных соперников на стадионе Родина, где я много раз сыграл, я бы просто сошел с ума от счастья. Поэтому это серьезное испытание для всех на самом деле. Победителями турнира Кубок флагов мира в 2021 году стала команда Дании. Игроки признаются, было сложно. Но сложности настоящих спортсменов только закаляют.